Моя первая Библия Все в Библии найдешь Раскроешь и тебя не оторвешь Этой книги правдивей нет И старый млад найдет ответ И льется на нас прямо с небес Великой истории Божественный свет Давид и Голиаф Давным-давно Бог послал пророка Самуила Найти будущего царя для израильтян Самуил Иди в дом Иесея в Вифлееме Там ты найдешь нового царя для Израиля Интересно, кто он? Сынки, идите в дом Гость хочет повидать вас Давид, присмотри за овцами А мы пойдем в дом Иесея, ты говоришь, у тебя восемь сыновей Да, и все они чудесные юноши Вот они Ой Кто же из них? Конечно, этот отмечен Богом Нет, Самуил Ты слишком много думаешь о том, как он выглядит А ты загляни внутрь В его душу Подождите Здесь только семеро У тебя есть еще один сын Да Он самый младший и маленький Видишь, вон там пасет обед Он? Нет, этого не может быть А если он? Спасибо Теперь я пойду Ты должен заглянуть в его душу Как тебя зовут, сынок? Давид Бог сказал мне Что когда-нибудь ты станешь новым царем Израиля Бог мой друг Он хранит моих овец Да И надеюсь, когда-нибудь он спасет нас всех До свидания, Давид До свидания Да хранит тебя Господь Трех старших братьев Давида призвали на борьбу за народ Израиля Давид, иди сюда и помолись со мной Пока я благословляю мужчин нашей семьи на битве Елиаф Аминадав Аминадав Сама Да благословит вас Господь И сохранит целыми невредимыми на поле сражений Ну, отец Что, сынок? Ты не благословил меня? Я тоже хочу сражаться за Израиль Не беспокойся, отец Мы уже взрослые И сильные Мы готовы сражаться за Богом избранный народ против неверных филистимлен Мы победим и вернемся домой, Давид Раз, два, раз Эй, подождите! Подождите! Не уходите без меня! Пожалуйста, отпусти меня, отец! Я тоже хочу сражаться за народ Израиля! Что-то смешного! Может, я и маленький, но смелый Вот позавчера, например, я спас стадо овец от огромного свирепого льва Я выпустил в него камень из прощи И он упал замертво Хотите посмотреть? О! Нет, Давид, не сейчас Сначала я схватил льва за нос Бац! А потом оттаскал разбойника за гриву А потом я раскрыл его пасть и спас нашего ягненка А потом... А потом... Я не боюсь этих филистимлен Пожалуйста, отец, отпусти меня тоже Пасти овец это не сражаться со злыми громадными врагами, малыш Давид Оставайся дома, братишка Отцу нужна твоя помощь, чтобы пасти овец, и отец за тобой присмотрит Прости, большой ягненок Возможно, ты и смел, но слишком мал для настоящих сражений Аминадав, Сама, пора идти До свидания, отец До свидания Когда-нибудь я тоже буду сражаться за народ Израиля, отец Придет день И вот две армии встретились для боя посредине широкой долины Раз, два, 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 раз Но на стороне их врагов филистимлен был великан. Он пошел по долине навстречу армии израильтян. Его ноги были, как стволы большого дерева, его руки крепки, как железо, от его шагов сотрясалась земля. Ха-ха-ха-ха! Я Голиаф, великан, а вы всего лишь жалкие прислужники царя царя. Ха-ха-ха-ха! Даже если вы все выйдете на бой со мной, вы никогда не победите! Ха-ха-ха-ха! Так что лучше не лезьте! Я бросаю вам вызов! Выбирайте самого смелого храбреца для битвы со мной! А? А нет, только не я! И не я! И не я, а тоже! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Всего один человек. Если он победит меня, все наши люди станут вашими слугами. Но если я убью его, вы все станете нашими слугами навсегда! Ну, кто достаточно храбр, чтобы сразиться с великаном? Выступи вперед! Я жду! Ха-ха-ха-ха! 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 Ха-ха-ха! Сорок дней, каждое утро и вечер, Голиат выходил на середину долины и издавал громкий боевой клич. Ха-ха-ха! А-а-а! А-а-а! Кто сразится со мной сегодня? А-а-а! Не вчера! Не сегодня! Среди нас нет храбреца, чтобы сразиться с этим великаном! И такого глупого! Да вы просто трусы! Гляди, что сказал! Он прав! Точно прав! А что думают мои братья? Может, мне? А-а-а! О-о-о! О-о-о-о! Нет, даже не думай об этом! Я попытаюсь! Не стоит это того! Может, я... И не ты, Ильяв! Не стоит рисковать! Даже ради женитьбы на дочери царя! А-а-а! А как было бы здорово! Побить великана и получить в награду руку царевны! А-а-а! А-а-а! О-о-о! Скорей бы все закончилось, и мы вернулись домой, Дефлеем! Царь что-нибудь придумает! Увидите! Готов спорить, что собью тебя! Увидите, что собью тебя! А можно больше! Увидите, что собью бить! Увидите, моя беда! Давид! Прекрасный выстрел, сынок! Ты видел, отец? Так отпусти меня в армию сражаться вместе с царем Саулом и другими израильтянами. Нет, сынок, я уже говорил тебе, они тебя не возьмут. Ты слишком молод для воина, и вообще тебе бы нужно немного мясом обрасти. Ну, отец, я сильный и бегаю, как олень. Я сказал, нет, Давид, делай то, что я прошу, отнеси еду своим братьям, а потом расскажешь мне, как они там. И будь осторожен, сынок, молю Бога, чтобы ты принес хорошие новости. Кто сегодня сразится со мной? Есть хоть один храбрец, чтобы сразиться. Неужели все израильтяне такие трусы? Аминадан, Самма, что вы делаете? Почему вы убегаете? Да, беги и сам, если соображаешь. Берегись, малыш! Кто это? Кляф, великан, он первый среди филистимлен и сражается против народа Израиля. И никто не даст ему отпор? Да ты что? Ты только посмотри на него, какой он сильный! Он ростом с высокое дерево, никто из нас даже его копье не поднимет. А что же царь Саул? Царь Саул назначил хорошую награду тому, кто убьет этого гиганта. Он даже отдаст за него свою дочь. И никто не хочет попытаться? Нет. Никто из нас не хочет умирать попусту. Илья, почему ты не сразишься? Аминадан, чего ты боишься? Самма, неужели ты тоже боишься этого великана? Все войны боятся, малыш Давид. Да, братишка, а ты не боишься? И вообще тебе здесь не место, Давид. Да, братишка, беги-ка ты домой и паси овец. Так будет лучше. Нет, я не могу. Кто-то должен сразиться с Голиафом. Но кто? Здесь все его боятся. Я буду сражаться с великаном. Я не боюсь. Ты? Бог сильнее Голиафа. И Бог мне поможет. Идите и скажите царю Саулу, что я не боюсь. У меня новость для царя Саула. Какая новость? Тут появился один смельчак. На самом деле это маленький пастушок. Он говорит, что хочет сразиться за царя Саула и израильтян. Говорит, что Бог поможет ему сразиться с великаном. А он даже не обучался военному телу. Отправь этого маленького глупышку домой. Здесь на поле брани царю Саулу не до шуток. Скажи, чтобы пришел сюда. Но господин... Яв, приведи мальчика ко мне. Все сейчас же. Интересно, кто он? Интересно, почему это единственный храбрец, готовый сразиться с великаном? Я понимаю, что он великан, а я нет. Копью его, как дерево. У меня всего лишь проща. Этот филистимлянин такой большой. Но я знаю, я знаю, кто здесь главный. У меня есть бог великан. Он больше того, кто сейчас передо мной. И даже тот, кто ростом с дерева, Будет карликом рядом с богом великаном, Который со мной. Я сражался с ревущим львом. От меня убегали волки. И каждый раз, неся в себе веру, Я не испытывал страха. Ведь бой вел Бог, а не я. Этот филистимлянин большой. Но я знаю, кто здесь главный. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так вот наш маленький герой. Да он и с блохой не справится. Дорогу маленькому убийце великана. Не вижу никакого убийцы великана. Вообще никого не вижу. Я тоже. Молчать! Дайте дорогу мальчонке. Я сказал, дайте дорогу пустушонку. Царь хочет видеть его. Да! Конечно, командир. Мальчик говорит. Пожалуйста, не бойтесь великана. С Божьей помощью я буду с ним сражаться для вас. Для вас и всего народа Израиля. Но как такой мальчик сразится с Голиафом? Ведь ты же ему не ровнее ни по росту, ни по силе, ни по умению, мой мальчик. Ты ведь даже не обучался боевому искусству. Это правда, ваше величество. Я молод и мал, Но Бог сделает меня сильным. Если Бог хранит моих овец, Он сохранит и меня от этого великана. Разрешите мне сразиться с ним для вас и для народа Израиля. Хорошо, Давид. И да хранит тебя Бог. Яв, принеси мой меч и щит, И мои доспехи, Надень их на Давида. Как? Яв, я сказал, Одень мальчика для битвы. А? Да, да, ваше величество. Разве вы не слышали царя Саула? Делайте, что приказано. Я еле поднимаю ваш меч, Ваше величество. И ваш щит слишком тяжел для меня. Но Давид. Божья помощь. Вот все доспехи, которые мне нужны. Господи, помоги мне. Помоги мне сразиться с Голиафом за народ Израиля. Ты слышишь меня, Голиаф-великан? Я готов к бою. Ого! Ты думаешь, что можешь сражаться палками и камнями? Ну, ты об этом пожалеешь. Ты бьешься со мной острым мечом и тяжелым копьем. А я именем Божьим. Голиаф-великан. 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 Бегите! Спасайтесь! Смотрите, эти трусы бегут! Да, за ними! И израильтяне погнались за филистинлянами. Мальчик убил великана! Меликан убит! Где мальчик я? Приведи его ко мне! Скорее! Братишка, это ты? Наш маленький братишка Давид! Приведите мальчика к царю Саулу! Спасибо, сынок! Благодарите Бога, Ваше Величество! Вот так маленький Давид победил великана Голиафа с Божьей помощью. Это было одно из многих испытаний, которые Бог задумал для Давида. Маленький пастушонок Давид вырос и стал великим царем, который служил Богу. Всю свою долгую жизнь, полную приключений, Давид всегда помнил слова утешения Бога. Даниил В один печальный день армия Вавилонского царя окружила Иерусалим. Звали царя Навуходоносор. В атаку! Вперед! Царь и его армия украли вещи, принадлежащие Богу, а потом разрушили его кран. Царь приказал, чтобы все украденные вещи были отправлены в Вавилон. Но украл он не только это. Асфен! Забери самых одаренных молодых людей Иерусалима. Они будут работать на меня в моем дворце. Не трогайте их. Они из храма. Они принадлежат Богу. Забирайте все золото в Вавилон! И священные кубки, и золотые блюда, принадлежащие Богу, а также самые одаренные молодые люди Иерусалима были отправлены в Вавилон. Среди них был Даниил и его друзья Анания, Месаил и Азария. И хотя Даниил и его друзья были за сотни миль от своего дома и дома Бога, они оставались верны ему. Как успехи в учебе? Это невозможно. Мы никогда не научимся понимать ваш язык. Бог был с Даниилом и его друзьями. Ваш язык очень богат, Ваше Величество. Мы его выучим. Бог дал им больше мудрости, чем другим студентам, и они любили его за это. Прошло время, и царь увидел, что эти мальчики в десять раз умнее всех мудрецов, колдунов и магов Вавилона. Бог дал Даниилу особый дар, способность узнавать и понимать сны. Это было очень кстати, ибо царю стал снится странный сон. Орех! Сон, из-за которого он просыпался каждую ночь. Приведи ко мне моего мудреца, колдуна и мага. Они должны сказать мне, что означает этот сон. Ну? Чего ты ждешь? Уже иду, государь. Сон, сон. Как мне вернуть сон? О, царь, живи вечно! Отлично! Что ты желаешь знать? Задавай любой вопрос. Мы ответим на все. Слава богам! У меня для вас есть вопрос вопросов маг, мудрец и колдун. Нет, он колдун. Он мудрец. Это он маг-царь? Но это не важно. Хочешь узнать, что холоднее, снег или нос у собаки? Или как превратить в шерсть козье молоко? Или количество великанов, живущих на земле. Нет, нет, нет. Каждую ночь мне снится один и тот же странный сон. Это просто. Пара пустяков. Так скажите мне, что он означает? Но ты должен рассказать нам сначала свой сон. Тогда мы скажем, что он значит. Нет. Если вы такие умные, вначале скажите мне, что это за сон, а потом, что он означает. Ты хочешь, чтобы мы сказали тебе то, что ты уже знаешь, а потом то, чего ты не знаешь. Но ты узнаешь, знаем ли мы, что ты уже знаешь. Да, да, да. Я знал, что вы умные. Ты шутишь. Точно. Это смешно. Сейчас же скажите мне, о чем сон, иначе я вас всех накажу. Никто на земле не может это сказать. Только боги могут сказать тебе это. Но они живут не на земле. Хватит болтать, как я зол. Я не только накажу вас троих, но и... А, А, Ариох! Избавь, Вавилон, от всех мудрецов, колдунов и магов. Ну, чего ты ждешь? Уп! Уп! Уже иду, государь! Ариох пошел в дом Даниила. Он рассказал ему о приказе царя наказать всех мудрецов Вавилона. Подожди, Ариох. Не трогай никого до утра. Даниил, ты мой друг. Я подожду, но только до завтрашнего утра. Давайте помолимся, друзья. Бог должен помочь нам понять сон царя. Никто не должен пострадать из-за этого. Проснись, Даниил. Я пришел, чтобы объяснить тебе тайный смысл царского сна. Спасибо, Господи. О, царь, есть человек, который сможет объяснить тебе твой сон. Это невозможно. Кто может быть умнее колдуна, мага и мудреца? Один из пленных иудеев. Ты можешь рассказать о моем сне? Нет, не я. Что это, шутка, Ориох? Но Бог может объяснить все тайные знаки. Я знаю, что означает твой сон. Бог просил меня передать тебе. И я передаю тебе то, что я видел и слышал. Все это просто. А сон твой – вещи. Я знаю, что означает твой сон. О, царь, Новохудоносор. Поверь мне, я с удовольствием пришел сюда, чтобы пролить свет знаний на твой вопрос. Я много молился Богу, и тебе это может показаться странным. Но я знаю, какой сон ты видел прошлой ночью. Ты видел из тукана с головой золото. Тело его бронзовое, а ноги – глиняные. Он символизирует царство на нашей земле. Золотом сверкающее лицо его похоже на твое, о, великий царь. Я знаю, что означает твой сон. Бог велел мне передать тебе его тайный смысл. А сон твой – вещи. И я знаю, что он означает. Камень упал с горы и разбил из тукана. Это означает, что все земные царства пройдут. Из всех царств только Божье царство останется навечно. Я знаю, что означает твой сон. Бог велел мне передать тебе, что я увидел и услышал. Все это просто. И сон твой – вещи. Субтитры создавал DimaTorzok Бог сказал мне о царе, что означает твой сон. Абсолютно верно. Ты умею всех моих колдунов, магов и мудрецов вместе взятых. Нет, царь. Бог рассказал мне секрет не потому, что я умнее других, а для того, чтобы ты знал, что он означает. А что он означает? Сейчас ты царь. Но ни ты, ни твое царство не продлятся долго. Только царство Божье будет вечно. Твой Бог – Бог всех богов, царь царей. Твой Бог говорит людям о вещах, которые они просто не могут знать. Ты заслужил награду. С данной минуты ты будешь за меня править Павилоном. И будешь отвечать за моих мудрецов. О, царь, прошу тебя, не наказывай их. Конечно, что не попросишь. Повтори, как тебя звать? Даниил, но мне потребуется помощь. У меня есть три мудрых друга. Сделай Анания, Месаила и Азарию моими помощниками. Будь по-твоему, Даниил. Прошло много лет. После того, как царь Навуходоносор покинул трон, царем стал его сын Валтасар. Даниил остался в Вавилоне. И каждый день три раза он поворачивался в сторону Иерусалима и молился Богу. По прошествии многих лет, новый царь Валтасар совершенно забыл о Данииле. Как-то вечером у царя Валтасара был пир. Глупый царь приказал выставить посуду, украденную из дома Бога. Друзья, всем здесь весело! Выпивая из украденных сосудов, он бесчестил Бога, поскольку сам он верил в ложных богов, сделанных из золота, серебра, бронзы, железа, дерева и камня. Давайте поблагодарим наших богов за это чудесное миршество! Что? Что? Что это? Колдуны! Магия! Мудрецы! Быстро сюда! Скорее ко мне! Что здесь написано? Прочитайте! Мени-мини тикл персен! Мени-мини тикл персен? Так вот, тот, кто сможет прочесть эти слова, получит золотую цепь! Мени-мини тикл пирсен. Мени-мини тикл персен. Мени-мини тикл персен! Кто прочтет, получит еще царскую багреницу. Я даже сделаю его третьим правителем моего царства. Невозможно, невыполнимо. Непостижимо. Неужели в моем царстве нет никого, кто бы мог это прочесть, а? Я знаю такого человека, сын мой. Скажи мне, матушка, кто он? Во время правления твоего отца этому человеку была открыта мудрость богов. Приведите Даниила. Ты, Даниил, тот самый, кто верит в Бога, который сотворил небо и землю. Послушай, золотая цепь, багреница и должность верховного правителя царства. Все это твое, если сможешь прочитать эти слова. Царь Валтасар, оставь себе твои награды или отдай их кому-нибудь. А, значит, ты тоже не можешь их прочесть. Могу. И скажу тебе, что это означает. Твой отец был таким гордым и упрямым, что потерял свое царство. Бог правит всем на земле, и он решает, кому быть царем. Ты это знаешь и не сожалеешь об ужасных поступках, которые совершил. Сегодня ты пользовался сосудами и тарелками, украденными из его храма. Ты обесчестил Бога. Сам Бог послал эту руку, которая написала эти слова. Меней, Бог исчислил царство твое и положил конец ему. Тикейл, ты недостаточно хорош, чтобы продолжать быть царем. И Парсин, твое царство будет отдано другому. Даниил, я чувствую, ты говоришь правду. Царь Валтасар сдержал свое обещание и отдал Даниилу золотую цепь по границу и сделал его третьим верховным правителем царства. И то, что сказал Даниил, свершилось в эту же ночь. Другой правитель, царь Дарий, забрал царство. Новый царь выбрал троих для правления царством. И поскольку Бог сделал Даниила очень мудрым, Даниил оказался в их числе. Вскоре царь Дарий понял, насколько Даниил был лучше двух других и сделал его единственным правителем царства. Это очень рассердило двух других. Двое мудрецов решили нанести удар Даниилу. Но он всегда говорил правду и не был ленив и бесчестен. Нужно придумать что-нибудь необычное. Но что? Он неуязвим. У меня есть идея. Даниил действительно крепко верит в Бога, и мы это используем против него. Ха-ха-ха! Ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! КОНЕЦ КОНЕЦ Это я, Господи, Даниил Я был прав. Даниил поворачивается в сторону Иерусалима и молится Богу три раза в день Это очень удачный план. Как я хочу о нем рассказать царю Эй, это мой план. Я расскажу царю Я первым доберусь до него Почему ты? План их избавиться от Даниила был коварен О, царь Дарий, у тебя есть враги? И мы знаем, как их найти Давай устроим во всем царстве праздник на 30 дней В течение 30 дней никто не должен молиться никаким богам или людям Кроме тебя, конечно Ну что ж, мне это нравится И вот еще что Если кто-то не молится тебе Это и есть твой враг И мы бросим его в ров Со львами Клянусь богами То есть с собой Мне это нравится. Праздник на 30 дней Да, великий праздник И великий пир Я должен сказать, Даниил Это чудесный новый указ Даниил узнал об этом указе, но оставался верным богу Он нарушает царский указ Мой план удался Даниил молится своему богу Давай бросим его в ров со львами Подожди Это ведь не твой, а мой план Нет Такой глупец, как ты Ты не можешь его придумать Это мой план Нет О, царь Дарий Мы нашли человека, который не подчиняется твоему указу Невероятно И кто же этот преступник? Израильтянин Даниил Только не он Он молится своему богу три раза в день Не обращая внимания на твой указ К двум или к трем львам? Я не могу его казнить Он мой советник и, что еще важнее, друг Но великий царь, ты же знаешь Что закон гласит Ни один указ царя не может быть изменен Это правда Таков закон Ладно Прости, Даниил, и лавров со львами О, мой дорогой друг Что я наделал? Прости, Даниил Я не хочу делать этого Ты всегда был верен своему богу Может, он спасет тебя ото львов Не волнуйся Я там буду не один Для того, чтобы никто не смог сдвинуть камень И выпустить Даниила Царь Дарий наложил свою личную царскую печать В ту ночь царь Дарий не мог спать Он очень беспокоился о своем друге На следующее утро, как только рассвело Царь Дарий побежал ко рву со львами Даниил Твой бог спас тебя Отвалите камень Но ему не о чем было беспокоиться Как рано встает царь Даниил был жив и здоров Не верю глазам своим Когда львы напали Бог спас меня Он послал ангела Который замкнул им пасть И львы не причинили мне вреда Потому что Бог знал, что я не сделал ничего плохого И тебе, царь, ничего плохого я не сделал Даниил Как я счастлив И вы называете себя мудрецами? Уберите их отсюда Это был скверный план Что ты на меня смотришь? Это была твоя идея Вот и нет Вот и да Царь Дарий написал всем в мире послание Мир всем и счастье Теперь вы должны почитать Бога Даниила Он могущественнее всех других богов Потому что он чудом спасает людей Даниил продолжал работать на царя Дария И всегда оставался верным своему богу И бог хранил его до конца его жизни Фильм дублирован по заказу Пеликан Интертейнмент Пеликан Интертейнмент Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова